В год столетия республики в Башкирии проходит благотворительный проект «Дети-дети. Музыка наших сердец». В течение года юные музыканты будут выступать в детских домах и больницах республики, во дворцах культуры и концертных залах, а именитые педагоги будут давать мастер-классы. Музыкальный проект посетила наш город. В актовом зале городской больницы прошел благотворительный концерт. Пять юных виртуозов показали зрителям свое мастерство. Организатор проекта – благотворительный фонд содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в Республике Башкортостан. Проект направлен на поддержку детей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, инвалидов, сирот, а также детей, занимающихся музыкой и художественным искусством, на создание благоприятной творчеству атмосферы в городах и районах республики. На сегодняшний день город Кумертау является девятым городом, где мы были. Впечатление о городе, как о погоде. Замечательно, тепло, солнечно, отличные улыбчивые люди, прекрасный прием. Мы очень благодарны и нам очень приятно выступать. Когда хорошо принимают, то и хорошо работается. Немаловажная цель проекта – поддержка талантливых детей в городах и районах. Многие виртуозы начинают заниматься с детства. Упорный труд и любовь к музыке позволяют юным музыкантам добиваться высоких результатов. Все началось с того, что моя бабушка узнала, что у меня есть слух. Решили проверить, какой имя. Казалось, что у меня абсолютно слух. Мне сказали, вам срочно нужно заниматься музыкой. Сначала мне хотели отдать на скрипку, но потом там случилась какая-то ошибка, и мне записали на баян. Мне кажется, на скрипке мне не понравилось, а на баяне мне понравилось. До сих пор занимаюсь, мне нравится. Именитые педагоги бесплатно дают свои мастер-классы в музыкальных учреждениях. За год участники проекта выступят более чем в 20 районах и городах Башкортостана, а также в Магнитогорске и Альметьевске. Итогом проекта в каждом районе республики является большой концерт для всех жителей. Павел Гошин, Денис Тихонов, телекомпания АРИС.